для тех кто смотрит в записи здрасте здрасте это восьмая скорее всего последняя часть метро была большая пауза между седьмой и восьмой части я еще уже не помню как мою жену зовут куда мы там едем запустил мне напомнили что это новосиб что она там заболела к сожалению что нужно лекарство в общем миллионник реклама проплачена реклама а липтона нет не проплачено к сожалению ладно я буду скорее всего тупить потому что хаткеев не помню вот давайте попробуем продолжить гиппогриф привет они пока держатся в она вере слушали верит в нас и верит не зря тысячи километров остались позади перед нами новосибирск мертвый город в холодном радиоактивном сердце которого таится надежда на жизнь лекарство способное спасти и год назад мы покинули отравленные руины москвы и вот мы снова въезжаем скованной зимой и радиации город найдем ли мы когда-нибудь место пригодное для жизни на поверхности может быть но сейчас мы возвращаемся в подземелье метро чтобы спасти аню друзья если вы помните если вы проходили перепроходили метро несколько раз или у вас феноменальная память вы помните хаткей пожалуйста подсказывайте потому что я вот например не помню как менять фильтр как противогаз надевать там наверняка еще какие-то темы есть шедший так что попробуем пройти через метро ну начали спартанцы удачи всем удачи 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 да я вот удачи я думаю судьба привела тебя сюда не просто так а просто не мешай друзья хорошая новость хорошая новость не пуха дружище спасибо алёш смотри не увлекайся там удачи 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 что скажем присмотри там же стрельбу артем сбору дачу дачу главные удачи удачи обязательно так вот я хотел сказать что за это время у нас появилась схема с двумя компьютерами с кодированием поэтому сейчас мистер графоний удачи выходит на передний удар блин что вы все сказали уже чаю удачи 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 60 fps full hd прекрасная графика смотрите да да графоний будет радовать глаз качество значительно вот нажимаю на ты удачи ничего не забыли сказать ребят ну ну напоследок ну я уже все забыл честно честно атак нет настенька чтобы спасить все они да хорошо конечно договорились конечно мы с мишкой будем ее охранять мишка правда мишка пост принял до свидания до свидания так я здесь ничего не оставил с мишки чего-то спас вспоминает ну ладно не будем она разговаривает как будто не тоже противогаз надеть спасибо вот он противогаз а ты что-нибудь еще скажи ну заходи да 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 очень очень ты стрёмные с невидимым противогазом ты мне очень пугаешь приступ удалось остановить до так что не волнуйся пульс четкий она просто вымоталась слишком теперь до завтра проспит наверное возвращайся скорее для нее это будет лучше меня пугаешь реально просто так вот наша благоверная давайте мы погладим она болеет лекарство есть только в миллионнике не знаю какой конкретно на какой-то редкой в общем и поэтому мы в новосиб тысячи километров значит там двигает губами состояние вот хихоньки хохоньки а сразу меня вернула в эту трагедию традиционный ковер полная антисанитария метрошная книжка еще лежит все удачи так верстачок у нас можно а мы с полканом пойдем неплохо тут тебе не москва где так месяцами прогуливался так черт его знает что тут за мутанты подумай хорошенько что взять надо вспоминать еще пушки я вот реально не помню что мы так во первых детальки есть детальки есть можно что-нибудь покрафтить есть три аптечки можно бахнуть фильтров потому что место будет опасно патронов завались главным образом у нас патроны на ближний бой аэрные патроны и снайперские патроны да на пистолет довольно небольшое количество а появился же еще арбалет у нас в рационе так скажем давайте посмотрим тогда чтобы что нам взять я уже не помню а это убойник это автоматический дробовик его оставим его оставим потому что и патроны для него есть и это такое оружие на ну на жару короче на ближний бой на внезапные стычки посмотрим по модам лучший приклад удлиненный ствол исключительно для урона стабильность нам особо не нужна прицел особо не нужен магазин для дробовика позволяет 7 патронов да получается у нас есть красный прицел исключительно для того чтобы как-то наводился ладно хорошо убойник оставили аэрку тоже оставляем это у нас калаш старый добрый калаш с прикладом с компенсом хорошая точность хороший урон практически нет недостатков у этого компенсатора очень хороший тут же оптика x4 он у нас работает как оружие в том числе дальнего боя увеличенный магаз и зеленый лазер наверное ставить не будем толку от него немного и на ближний бой у нас как раз тот самый арбалет который называется хельсинг мы его получили кажется когда в пионерский лагерь пришли привет дмитрий зет всем добрый вечер друзья идешь порт удачи спасибо я поставил взять дробовик и коллаж для сна по месту не будет для арбалета а ну третий это слот у нас в любом случае свободен правильно мы конечно можем свичнуть натихаря но натихаря всего 11 патронов поэтому скорее всего я возьму арбалет он тут с грейдами пусть будет ночной прицел потому что это пушка тихая и лазер хорошо слушайте он нормальный нормальный сетап все уже почищено по противогазу целёхан маленький бронированный фонарь повышенной яркости или все-таки или все-таки какой-нибудь сигнал ночного видения дробовик и коллаж вряд ли пригодится блин а подождите может быть реально тихаря взять для него же нужны не те патроны тихарь же это наша пневматика родная да давай попробуем на тихаря посмотреть универсальная пушка она хороша тем что ты боеприпасы можешь из подручных средств довольно быстро делать сразу ставим нормальный тяжелый приклад герметичная короче автоподкачку естественно тихарь еще хорошо заходит на стелс давайте прибор ночного видения сделаем extended и все окей давайте к стихарям пойдем так а что здесь повышенная яркость электронные зарядки давайте повышенную яркость все таки возьмем патронные подсумки окей сделать наверное имеет смысл учитывая что есть ресурсы еще дополнительно фильтров аптек доделать зажигательные можно блин дорогие они конечно эти дешевенькие а вот зажигательные очень хороши ну дорогие ладно давайте для тихаря сделали хорошо то есть у нас есть бб есть нормальная средняя дистанция есть стол с пушечкой еще да пошли добрый день факло почему я задыхаюсь вот готовы ну артем вот он твой шанс последний ты меня понимаешь очень на это надеюсь а это как надеюсь не экономишь же нет смысла погоди-ка да да это же мне сказали что это последняя глава а зажигательные хороши поэтому а больше пяти аптек не взять что все я потратил все главное не торопись тебя умоляю что очень колоритные крест поставим и дальше искать где жить вольготней вольготней так друзья последний вопрос звуки из игры речь кажется сделать немножко погромче можно да так по ощущениям мне кажется тиховата игра что с богом правда не знаю куда идти эти ну ну может туда все хорошо говорят блин я уже успел заблудиться да нет может другую часть со щитом или на щите да он туда уходил в машину а это машина а как зайти то может сюда тыкнуть может отсюда вход а ну ясно да я обычно за рулем понимаете да ну что погнали Вдар о Фkar ух ребят графони разворачивайте наLook видимость п Um 60fps Full HD поехали мы на буханочке что-ли то спокойно я уже жалею что звуки сделал погромче куда ты едешь спресс попробуем подняться на площадь за зданием вокзала вход в метро где-то там да пешком было бы легче но из кабины вы не вылезайте меньше радиации с так но рискнем рискнем и впервой вот это не буханка этот танк какой-то дорога к мечте не жалеешь вижу жалеешь только давайте переживания сейчас сосунем куда подальше артём мы справимся и по газам такой молодец похоже там можно выбраться держись еще тряхнет у нас лежачие полицейские такие ничем ты не не удивишь тут а дула слева кто-то крулит газку поддай ты смотри сколько машин военные все перекрыли похоже на крыло в разгар эвакуации можно выходить да тут мы хрен спустимся вход в метро совсем замело так собираемся друзья чувствую замесы будут сегодня артём давай за баранку я по карте смотреть буду я нажимаю контрол один сейчас по карте вход в метро по джи портит людей ну ладно я порулю чем я права есть блин я уже две недели езжу без прав на самом деле если кто-то из гаишни как белгородских смотрят они у меня есть просто не собой блин только только бы не напарутся на гайцов только не 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 напарутся судя по карте это дорога ведет в центр давай вперед но поглядывай по сторонам может будет где спуск в метро можно выйти просто здесь курсе у нас ясно понятно я влево я знаю где есть короткий путь дико выгоди дома целые а если назад поймете как-то относится к нестандартному решению проблем вернемся спокойненько это нас ждет дома чаек теплый что полкан вообще не против я вот человек упрямый давай докуда мы сможем проехать давай 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 полегче артем да нормально все будет мы отсюда приезжали вот отсюда помнишь мне кажется что я встретит невидимая стена разработчикам привет не дают дураку дула блин я же говорил слева дула о поехали вот только не говорите что я не заеду сейчас ё-моё зарунил что он же заехал чё тут дело нехитрое давай слоте господи ладно был неправ признаю там говорили ребята буквально 15 минут в игре осталось да пройди изи два месяца прошло я снова за рулем youtube упал понятно там новую новую систему рестримов делают но но плохо конечно что старая так попробовал перезапустить не знаю насколько хватит поехали если можно точно не были влево там какой-то заворот поворот был право тоже но я думаю что они сделали все езжай вперед и не думай по главной дороге черт ладно ладно давай направо одеваться больше не да я уже повернул а здесь куда давай налево лево только не торопись а то застрянем залетет давай по прямой хорошо а здесь куда аккуратнее артём аккуратнее изи ну откуда то тут дорожка такая почти что расчищены учитывая что здесь людей не бывает за денек за два с таким снегом ах ты ёктерный больно нормально тут похоже танк прошел давай сами все приехали черт потери а что делать такой гейм-дизайн что на своих двоих придется изи на разбежать выходим так хорошо давай бб автоматический дробовик я готов объясняю кнопка c со времен дюк нюкема дума кваки у меня это приседать мать его приседать паб g это цепи приседать здесь мы кидаем гранаты на цель е-мое гейм-дизайн я вас ненавижу зачем зачем как вы меня бесите а давайте кнопки на мышке поменяем чтобы стрельба была на правую а почему нет идет по сугробам смотрите как красиво да тут остаться недолго вообще таком снегу ну поехали а вы же помнишь что главный герой разбивается с высоты в пару метров ой у нас еще фильтр надо менять мне кажется что я куда-то не туда иду не подскажешь дорогу вот куда ну ну давай ну все таки туда да а вот сюда убился бы он падал с пара метров уже убивался раз пять наверно за за серию трансляции добрались все таки а дальше что ничего себе тут все привалило может все таки на пару откроем есть идеи как попасть в тоннель изи буква е давай помогу открыть как примёрзший блин вы из да это супермены какие-то тихо спокойно фильтр смеется все нормально стриг говорит вот где я был предыдущие 7 частей ты можешь записи посмотреть игра очень интересная но не без глупостей к сожалению в двух шагах метро то тут не особо глубокая радиация такая что местные наверное долго не протянули тут понятно полегче но наверху мы уже схватили не меньше тройной нормы нормы это не что мы по чернобыль знаем ну что родная стихия все как в москве теперь не пропадет там графика конечно шикарная озвучка отличная ну давай уже чего-то стоишь держать похоже можно что можно снять лучше будет видно не дожди как там подкачивать эту штуку на f вроде да зажать так ближний бой берем сейчас полезу но ничего нам не впервые это точно ой это датчик у нас работал прямой дороге нет артема смотри нам надо попасть в соседний туннель как соседи ну вот смотри здрасте это местные чё жать чё жать а работаем раз я жму с углом а ладно друг как 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 я играю паше ну блин еще лезут ты готовься да я то готов че мы ж сзади еще будут не смущает дверь открытая сзади понимаете ганган стайл и все ждал когда сзади придут все нормально лутает чего смотри вот зараза похоже родичи наших московских упыли здесь припрячет какие-нибудь патрики поехали чувствуешь ждешь так осматриваемся о запись вот это мне очень нравится конечно игре да тихо Довно это все заброшено. У нас фильтры трубка совсем, а на Сибирской твоей осенью поменяли. Поделись, детей моих. У тебя там на родстве школа как раз. Не могу, Никитич. Тут теперь военные не пускают никого. Зато радиопротектор скоро раздавать начнут. Ах, так что мне зеленкой это из детей колоть? Не дури. Зеленка это мировая ВИЧ. Лучшая в их фильтрах. Не волнуйся. Пару месяцев покулить, пока все устроится там. В общем, давай потом при встрече. Понял? Давай. Добро. Вот значит, как они тут выживали. Радиопротектор. Зеленка эта, которую военные раздавали. Потом запас кончился, а радиация так и не упала. Ну и все. Понятно. А как лечиться, кстати, кто помнит? Ку. Все. Вопросов нет. Пойдем, может? А тут-то все запущено. Так вижу. Толкается еще. Следуй за мной. Здесь можно протиснуться. Здесь можно протиснуться. Бери. Бери, не думай. А, блин, это ж кошмар. Это ж цель шмар, который... Ах! Кошмар. Велкам бэк. Велкам бэк. Ничего себе, я плыву, что ли? Раньше я в воду... Слышал, что это было. Ой. Ой. Кракен! Кажись, все-таки кто-то тут заплывет к нам. Ой, не к добру это. Ой, не к добру. Плыву на свет, но чую западню. В воде точно что-то есть. Надо скорее выбирать. Да, я понял же. А-а-а! Есть. А-а-а! Я не могу пробраться. А, понял. Как все тяжело-то. Давай сюда. У него третья каска. Посмотрите. Это три шлем. Это сигнал. Это точно соколик? Ну чё стоишь, смотришь? Поднимайся. Блин, этот взгляд. Ты серьезно, мужик? Что я не так сделал, скажи мне? Ну давай. Вот сюда вот. Ну. Блин, я... Что ты хочешь от меня? Блин, да ну тебя нафиг. А, ты скрипт. Извини. Ой. Убийца написано. А вот и местные жители. А-а-а! Похоже на ту яму в Москве, правда? А-а-а! А-а-а! Извините. Восемь тысяч километров и опять расстрельная яма. Интересно. Этих тоже шпионами называли. Мне кажется, он живой. Тихо, не ток. Стати трупом не больше года. Может и тут кто-то еще остался. Будь на чеку. А-а-а! И это вообще напряженно. А-а-а! Ах ты с... Ах ты с... О! Грибочек. Да. Да! Это тебе не нашим ветром. И помочь нам здесь некому. Понял? Слушай, хорош выпендриваться. Если руку сломаешь, сам навро. Давай руку. А мне без лекарства. Назад дороги. Собака. Ладно, давай руку. Выращим. Там журнал был? Опа. А, журнал был. Понял. Ммм. Сейчас вернемся. Если сможем. Да тихо, ну! Все засрано тут. Опять ты на меня смотришь. Ну идем! Только теперь уже смотри под ноги! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ага. Давайте посмотрим журнал. Ох, а где, где, где? Мертвый город, скорее всего, да, нас интересует? Или прям текст радиограммы? Подполковнику приказываю передать арестованных мятежников особому отделу и немедленно выдвигаться на станцию Сибирская для занятий обороной в ближайших рубежах. Мне кажется, что очень странный выбор тут идет. А, мертвый город почему-то не выбран. Видимо, он и есть. Командиру группы быстрого реагирования. Окей. Мне больше все понравилось в метро, как раз, как подавали сюжет в главе про пионерский лагерь. Прям очень хорошо. Это, наверное, самая классная часть. А пыли-то... Че тут, ломаешь все опять? Ну, вроде держится. А, ты так проверял? Что ты тут начинаешь? И побежал, дед, побежал. Да не пугай. О, грибочек. Так, а тут что-то вроде обороны было, посмотрите. Заграждение. О, это что у нас? Кажется, окраины станции. Погоди. Фальшфеер зажгу. Фальшфеер. Красиво. Ё-моё. Все-таки война. Добрый вечер, Дволин. Привет, Косматос. Привет. А что... Расскажи, Косматос, что с тобой было там позавчера, когда ты ворвался там и начал рассказывать? Несвязную какую-то чушь нес в чатике. Поделись с нами. Смотри. Они держали оборону бронелетучками. А как их пожгли, взорвали тоннель. Ага. Видно, подкрепления не успели. Жестоко. Арматурины такие торчут. Давай. ДШК. Вечные защитники. Полномасштабная осада. Защитники держали переход на другую станцию. Да я был пьян. Да нет, мы так и подумали. Выживших тут видно было немало. Пока друг друга не перебили. А вот в Москве ложь сработала. Вот и пойми теперь, что лучше. Ложь и жизнь или правда? И смерть. Ложь и жизнь. Что? Смириться. Что-то мне не по себе. Да вон двигается, чувак. Ты не видел, что ли? Я не пойду туда. Неа. Космотес. Да ладно, ты чего? Ты же недеструктивный. Ты просто какую-то непонятную вещь. У нее без проблем-то чего? Хорош, здравствуй. Хорош. Хорошо отыграл. Вчера. Хорош. Тихо. Чувствуйте, как музыка, и они атмосферу создают. Такое прям... Раз-два-три. Датчик опять работает. Ооооо, щеменах. и шаг ведь и замедляется он еще и еще одна могила тут бои закончился пойдем гермоворотом там должен быть переход на соседнюю станцию что это слышал да блин так звучит еще раз какого чёрта упыри из чатика ты пёс вижу от того вижу сзади не могу подлежать тихо держись а прикрой тебе еще не все я думал мерещится опять будто мертвец и поднимись попали в самое логово этих тварей смотрите рука взяли я ничего может быть в этом дело был хватит пошли пора переходить уже на коллаж ну и на пневматику дальше даже так как каким макаром там переключать тип патронов кажется так ну это понятно это подкачиваем а р так а вот он меняет на зажигательной давай на обычный пока я такой расходничек ну что дробовик на на дробовик да смотри не плочь или давно тут все за я хотел там пос я хотел смотреть проверить урны возможно что-то будет возможно ящик можно будет открыть он он знал что здесь ничего нет так хорошо осматриваемся тут внимание пользоваться телефоном только с разрешением дежурного да я как раз осматриваюсь что-то полезное можно можно найти здесь и атмосфера очень хорошая в игре конечно очень хорошая визуальная составляющая отлично озвучка классная вот мне только единственные были претензии к диалогам и к странностям иногда сюжетным то есть слишком он местами глупый или очевидный причем от персонажа к персонажу еще один просто прекрасен колоритен и реалистичен а какой-нибудь другой ну просто искусственный так а чё-то я тут набрал патронов каких-то непонятных осматриваемся уже садится батарейка да ладно не это просто просто напросто так еще один потрепанный отчет командиру группы быстрого реагирования оском полковнику подполковнику извините хлебникова в ответ в ответ на ваш запрос собственно запрос был передать арестованных мятежников захваченные саботажники на допросе показали что основная мотивация их участие в беспорядках недовольство своим экономическим и социальным положением мы в грязных туннелях пашем а вы там жируете я за десять лет мясо досыта ни разу не ел а сам на свиноферме вкалываю нам пампулки и зеленки в месяц это чё плюнуть да растереть сами чемоданами тащите однако непосредственным толчком для присоединения к бунту по словам вожака захваченной группы послужил якобы существующий заговор высшего руководства оском цитата что считаешь раз на выселках на депо вагоны курочем то и не знаем ни хрена вот те выкуси все мы знаем оскомина примечание это руководство а оскомина хорошо оском оскомину набили класс оскомина мотать из города собралась вот зеленку и зажили ли всю что не так нас тут всех подыхать бросить и сами тю тю ни одного мата заметьте что странно зимой еще все понятно стало наших ребят зачем половину забрали наверх пути чистить а техничка зачем сто лет стояла никому не надо растаскивать начали а теперь чини хватит за барана держать по окончании допроса задержаны ввиду наличие неопровержимых доказательств их подрывной деятельности переданы расстрельной команде согласно инструкции следователь особого отдела оском да видимо поняли что все зеленочка заканчивается про продовольствия мало надо валить 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 что за схема информации площадь строились похоже так что здесь до близко речной ленина грязные станции отмечены нежилые зоны кто из новосеба друзья у вас там правда в золотой не не желая нежилая зона все с богом очень забыли смотрели я немножко сбиваюсь когда говорю когда читаю когда звуков нет потому что у меня в ушах задержкой звук не так давно он появился поэтому я еще по идее если пойдем лучше так говорит я живу на золотой понятно пока еще желай горит кто за зрители разу железка чертова и мы наверх что он приготовился воевать что такое босс что да сверху падать буду смотри да что легко так щегол ах ты пес лови его лови лови и по морде драть ему надо драться ах ты за ногу давай подсажу давай удачи ах ты ах ох как жить я тебя всыплю как только ай ех вы видели нет я недоволен я почти его поймал а он степешился по скрипту там просто ловушка была от нее надо было типа увернуться но я проскочил как каким-то макаром не заметив ее вот и ладно догоню я тебя догоню что ты мне там показываешь я даже как этот как т-1000 буду спокойно не торопясь чтобы ничего не пропустить ящики проверили все проверили батарейку за зарядили оп так проползли аккурат опа музыка тревожная такая ух прям надо бежать поэтому я перехожу на шаг артем артем какой-то щенок тебя уделывает а